Всем доброго дня. Сегодня поговорим о компании Ross Stories. Стоит ли покупать акции уже сейчас? Давайте разбираться. Ross Stories – одна из крупнейших американских сетей универсальных магазинов-дискаунтеров, верхней одежды, обуви и аксессуаров. Магазины работают под торговой маркой Ross Dress for Less. Итак, что мы знаем о компании Ross? Универмаг Ross был впервые открыт в штате Калифорния в 1950 году, а к концу 2019 имеет 1546 магазинов в 39 штатах. Компания также управляет 259 дисконтными магазинами в 19 штатах, в которых представлен более доступный по цене ассортимент сезонной одежды, известных брендов, аксессуаров, обуви и так далее. На главной странице официального сайта мы видим, что все магазины временно закрыты из-за пандемии коронавируса. Давайте сейчас перейдем на сайт Simple Wall Street и сделаем ключевой анализ по цене акций. По данным сайта, текущая цена недооценена на 17,6%. Справедливая цена считается 112 долларов. ПНОЕ по рынку 14, по отраслю 9,9, по компании 20. Теперь посмотрим прогноз по росту доходов. Эксперты прогнозируют небольшой спад в 2021 году, связанный с низкой прибылью в связи с пандемией коронавируса, так как все магазины в это время были закрыты. Дальнейшая выручка и чистая прибыль будет расти. Рентабельность компании составляет 49,4%. Прогнозируемая рентабельность через 3 года составит 43,8%. Соотношение долга к собственному капиталу составляет 9,3%. То есть денег в компании много относительно своего долга. И последнее, что рассмотрим, это дивиденды. Текущая доходность дивидендов составляет 1,23%. Также на графике видим стабильный рост платежей по дивидендам. Итак, вернемся к первому вопросу. Стоит ли покупать компанию прямо сейчас? Мое мнение, что стоит покупать. Давайте перейдем в инвестиционный портфель и приобретем одну акцию. Добро пожаловать в приложение. Я уже нашел акцию Rostorys. Давайте купим одну акцию. Цена 92,45. Выбираем одна. Купить. Подтвердить. Заявка исполнена. Давайте перейдем теперь в портфель. И посмотрим, что акция Rostorys у нас в портфеле. Да, вот она. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Учитесь вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok